Здравствуйте! С вами Геннадий Крамаренко и тележурнал «Сороковочка». Представляем вашему вниманию обзор наиболее значимых событий в жизни Сибирского химического комбината и города Северска. Первое в Томской области производство азотных удобрений открылось на площадке Северской территории опережающего развития. Годовой объем производства – 11 тонн аммиачной селитры. О том, как строился и запускался завод «Томск Азот» в репортаже с места событий. Проект стартовал в 2016-м с расчета технико-экономических показателей. В 2017-м началось проектирование производственных линий, а в 2018-м строительно-монтажные работы. Разработкой воплощения идей в металле выполнил государственный специализированный проектный институт, который входит в топливную компанию «Росатома ТВЭЛ». Инжиниринговое и технологическое сопровождение осуществлял Сибирский химический комбинат. Десятки поставщиков и подрядных организаций трудились над реализацией проекта, создавая в процессе технический ноу-хаум. В процессе работы возникают какие-то сложности, моменты технические, которые проектам у нас не предусмотрены, которые необходимо решить моментально, быстро. Такие моменты были, естественно, их не десяток, было гораздо больше. Для любого монтажника, когда начинается строить производство с нуля, это очень интересно. Мы это сделали, когда мы сюда пришли, это было полуразрушенное здание. И когда смотришь на сотворенное, иногда не верится, что это сделали люди своими руками. Новое производство минеральных удобрений «Отомск Азот» объявляется открытым. Желаем предприятию успешной и продуктивной работы. В добрый путь! Новое производство будет выпускать азотные удобрения для агропромышленного комплекса Томской области. И вот когда происходит соединение промышленных производств с бизнесом, с инновационным бизнесом, с теми, кто хочет получать, на самом деле, и делать реальные дела, получается вот такое замечательное производство. В общем-то, мы все понимаем, что, используя, так скажем, некондиционные обороты сибирского химического комбината, можно получать кондиционный продукт. А продукт, который нужен, в общем, в первую очередь, нам всем с вами, жителям Томской области, всем аграриям, ну и нам с вами. Мы хотим, я думаю, что все хотим есть произведенные сельхозпродукцию именно томского производителя. Предварительные договоры о поставках с местными сельхозпроизводителями и крупными агрофирами уже заключены. Годовой объем производства составит 11 тысяч тонн аммиачной селитры. Мы планируем весь этот объем реализовать на территории области. Получили продукцию и провели ее лабораторные исследования. Продукция высочайшего качества полностью соответствует государственному стандарту. И мы готовы начинать уже работу. Производство будет работать непрерывно в круглосуточном режиме. На предприятии создано 14 новых рабочих мест. Томск-Азот является одним из резидентов Северской ТОР. К концу 2020-го в периметре интересов госкорпорации «Росатом» работало 37 резидентов на шести территориях опережающего развития. На самом деле из 37 резидентов 9 резидентов работают и реализуют свои проекты именно на Томской земле, в прекрасном городе Северске. Это одна из самых лучших и перспективных площадок в нашем периметре. Уже после запуска завода Томск-Азот резидентами Северской ТОР стали еще три предприятия, где будет создано более 70 новых рабочих мест. На высвобожденных площадках СХК откроется производство теплоизоляционных материалов, полимерных сорбентов для борьбы с разливами нефтепродуктов, а также новый завод по производству, ремонту и монтажу оборудования. В настоящее время зарегистрировано уже 12 резидентов Северской ТОР и 16 заявок находятся на рассмотрении экспертов. Два специалиста СХК стали призерами конкурса топливной компании ТВЭЛ «Люди. Дело» в двух номинациях, связанных с безопасностью. Это был первый этап отбора на отраслевую программу признания «Человек года Росатома». На рабочих местах конкурсантов побывали мои коллеги. Строп двухплечевой. Один карабин. Нагрузка 23 кН, как положено. Шаг за шагом идёт входной контроль. Проверка того, как чётко выполнил поставщик средств индивидуальной защиты, все позиции технического задания, составленного специалистами отдела охраны труда комбината. Соответствие должно быть стопроцентным, ведь персонал заводов СХК имеет дело с радиационными и химическими факторами, с работой в закрытых помещениях и на высоте. Точка А, которая фиксирует. Начинаем одевать. По максимуму делаем мы её, а потом тогда зажимаем её. Специальная обувь, одежда от нижней до верхней, респираторы, перчатки, пластикат – средства для работы на высоте. Комиссия, которая проводит входной контроль каждой новой партии, должна предотвратить поставки, не соответствующие требованиям по качеству и защитным характеристикам. Руководит этим процессом специалист по охране труда Татьяна Ковальчук. Она лично разработала более 13 унифицированных технических заданий на закупке СИЗ и настояла на том, чтобы включить в них ужесточающие требования к поставщикам на апробацию образцов. Татьяна находится в постоянном контакте с работниками основных производств комбината. И награду от топливной компании получает за свой кропотливый труд. Как удобно работать рабочим, тепло, не тепло. Сейчас провожу апробацию с поставщиками, они предлагают свою продукцию. Я говорю, только через апробацию мы проходим, я выдаю рабочим, они её испытывают. Вот, носят месяц, два, потом описывают свои ощущения, нравится, не нравится, потому что благодаря только им можно понять качество, некачество СИЗы, и они могут подсказать. Чтобы у нас был одинаковый стиль, все одинаково ходили, и рабочие, и руководители. Потому что если будет рабочий вид, что руководитель такой же одежды ходит, как и рабочий, значит, он будет её применять. Второе место в номинации «Защита гостайны и информации» «Физзащита и защита активов» присуждено Александру Егорову. Работа специального научно-технического отдела в целом, она никогда не лежит на поверхности. Её можно сравнить в целом с деятельностью органов контрразведки только в масштабах предприятия. Самой главной целью и достижением в этой деятельности можно считать отсутствие успехов у потенциального противника, который постоянно стремится раскрыть наши тайны и оказать негативное воздействие на процессы комбината. Я очень рад ощущать свою причастность к большому делу в интересах предприятия, отрасли, страны в целом. Следующая ступенька роста для призёров дивизионального конкурса «Люди-дела» – успех на отраслевом уровне. Сложный для страны и всего мира 2020 год стал для российского Атомпрома годом производственных рекордов, который сравним и с показателями советской эпохи. Об этом рассказал глава «Русатома» Алексей Лихачёв на YouTube-канале Госкорпорации. Прямо сейчас в нашей программе выдержки из интервью об итогах прошедшего года и перспективах атомной отрасли. В 2020 году все предприятия Госкорпорации работали в непредсказуемых условиях, но справились с этой ситуацией. Мы выполнили все наши производственные показатели, по многим достигли очередных рекордов. В целом я имею в виду энергетический пуск белорусского второго блока, новый ЛАЭС-2, мощной 1200 мегаватт станции. У нас в электроэнергетике установлен очередной рекорд, то есть он рекорд для новой России и повторение рекорда Советского Союза – более 215 миллиардов киловатт-часов. В портфеле управления «Русатома» появилась ветроэнергетика. Новый тренд отрасли – атомные электростанции малой мощности. Уже с 2019 года в Пивике работает наша плавучая атомная станция. Это классический вариант малой станции – 70 мегаватт. 23 декабря, прям буквально под ёлочку, как говорится, мы подписали соглашение с правительством республики Саха-Якутия о строительстве в Устьянском улусе, уже наземного атомного блока. Объективно «Русатома» сейчас беспрецедентный объем заказов, в том числе за рубежом. Идет большой разворот сейчас в Турции. В Бангладеш – самая такая страда, когда на обоих блоках максимальное количество людей задействовано. И уже пошло туда мощное оборудование для монтажа и перехода уже к узконаладочным работам. Хотел подчеркнуть, что у нас, как всегда, в районе 140 миллиардов долларов портфель заказов на зарубежные контракты в пределах 10 лет. Понятно, что нам нужно подтягивать свои компетенции и предлагать законченный продукт, полностью локализованный в Российской Федерации. Мы нарастили кратно свои мощности в машиностроении. И в этом году также идем даже выше некоторых советских показателей по атомному машиностроению. Значимым был год для самого мощного в мире ледокольного флота России. В ноябре был поднят флаг над атомным ледоколом «Арктика». Поднят флаг. По дороге с питерских верфей до Мурманска Арктика зашла к Северному полюсу. И на 50 лишь процентах своей мощности все ледовые преграды преодолела. Кроме головного, четыре серийных на разных стадиях изготовления. Это Сибирь, Урал, Якутия и Чукотка. У нас есть интересный проект. Разрабатывается под таким пока общим названием «Умная Арктика». Это объединение всех информационных ресурсов, которые сегодня имеются, начиная с тех ресурсов, которые изучают погоду, ледовую обстановку, кончая вопросами производственными, в единый информационный портал и максимальное задействование искусственного интеллекта. «Росатом» развивает импортозамещающее производство, создает оборудование под сжижение природного газа, занимается поиском особо чистых веществ для микроэлектроники, разработкой новых конструкционных материалов, развитием аддитивных технологий. Это уже фактически не проект «Росатома». Это фактически национальный проект, где «Росатом» лишь предлагает, помещает в этот проект свои компетенции, свою организационную поддержку. И, в общем, такой вот кластер фактически национальный новых материалов и веществ, можно сказать, что в 2020 году уже заработал. Ещё одно важное направление – ядерная медицина. На долю «Росатома» приходится от 20 до 40% разных сегментов мирового рынка в поставке радиоизотопов. Мы входим в топ-3 ведущих атомных корпораций мира, это очевидно для всех. Вот мы хотим войти в топ-3, в топ-5, ещё в целом ряд других направлений, начиная с новых материалов, кончая новыми направлениями, как международная логистика, глобальные перевозки, как управление экологическими рисками, работа с экологическим наследием, цифровая и квантовая тематика. «Росатом» живёт длинными циклами и уже сегодня имеет портрет своего будущего на 10, 30 и 50 лет вперёд. Больше новостей о жизни Сибирского химического комбината «Северская» в следующих выпусках «Сороковочки». А посмотреть наш тележурнал вы всегда сможете на каналах «Россия-24», «Томское время», на страницах СХК в YouTube и соцсетях, а также на сайте комбината www.atomsip.ru С вами был Геннадий Крамаренко. Ждём следующих событий и до новых встреч! Редактор субтитров А.Сёмкин